Другую высокую награду получила воспитатель Центра развития ребенка детского сада «Гнездышко» Татьяна Рослякова. На днях Татьяна вернулась из Москвы, откуда привезла диплом лауреата Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2013». Валентина Чибичек побывала на занятиях признанного профессионала и узнала, каким должен быть «Воспитатель года». 20 мальчишек и девчонок дружно шагают за воспитателем. В их глазах интерес и азарт. И не так важно, будет это степ, гимнастика или полоса препятствий. Главное, это будет интересно и увлекательно. Педагог по физкультуре знает, главное в обучении – игра. Здесь дети должны играть. Играть и ненавязчиво уже в игре получать какие-то знания. И умения. Но обязательно играть, потому что они не наигрываются. Спортивные игры – это не только оздоровительный эффект. В процессе занятий дети общаются, договариваются, выстраивают дружеские отношения. Татьяна Евгеньевна считает, что сегодня воспитатель для ребенка не авторитет, а товарищ и партнер. При дружеских отношениях с педагогом дети лучше проявляют и развивают свои способности. Скажи, тебе нравится ходить на эти занятия? Да. Почему? Потому что они интересные. Сделать занятия интересными сегодня недостаточно. С переводом детских садов на первую ступень образовательной системы требования к ним выросли в разы. Нужно быть мобильным, коммуникативным и самообучающимся. Те педагоги, которым лучше остальных удалось воплотить новые стандарты образования в своей работе, стали призерами Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2013». Жюри оценивало знания информационных технологий, коронные методы и приемы работы с детьми, творческий аспект. Татьяна Рослякова попала в десятку победителей из 60 участников со всей России. Трудно переоценить такую, грубо говоря, статистику. То есть за ней огромный труд, за ней огромные переживания. И, наверное, переживания не только Татьяны Росляковой, а всего коллектива. Конкурс Всероссийского масштаба для Татьяны Росляковой и детского сада стал серьезным испытанием. Готовились к нему не только всем коллективом. Нинецкий региональный центр развития образования помог подготовить конспекты и презентации для выступлений. А жители округа поддержали свою землячку в смс-голосовании.